Здравствуйте! В этом видео будет первая важная подкормка для набора мощной листовой массы, а также сделаем обработку по листу от различных болезней, чтобы в дальнейшем огурчики у нас не болели. Если не сделать все эти манипуляции, то урожай будет намного меньше. А также, что нужно сделать в первую очередь, когда появляются первые маленькие огурчики. Итак, давайте я вам все расскажу подробно. После того, как мы с вами пересаживаем огурчики в грунт, либо сеем просто семенами, нужно обязательно их подкармливать. Без подкормок, к сожалению, огурцы сейчас растут очень плохо, потому что это все-таки гибриды. Да, гибриды устойчивы к различным болезням и могут расти до самых заморозков. Но если у вас плохой грунт, неподходящая кислотность грунта, то все меняется в корне. Поэтому, в первую очередь, обращаю внимание именно на ваш грунт. Перед посадкой я всегда обрабатываю грунт с фитоспорином. Во-первых, чтобы не было никаких болезней сразу после всходов огурчиков, либо после пересадки. А также добавляю различные жмыхи для того, чтобы не прицеплялись вредители. Огурцы, например, в теплице больше всего подвержены именно паутиному клющу. И он может съесть полностью все огурчики, все завязи, все съедается подчистую. И урожая тоже не будет. Для того, чтобы все это минимизировать, нужно делать и обработки, и подкормки заранее. Сортов огурчиков большое количество. Есть маленькие, вот такие прекрасненькие огурчики для засолки. А также есть длинненькие, есть такие более пузатенькие, именно для салата. Я выращиваю те и те, потому что мы едим много огурцов. Закатываю по 20-30 банок одного сорта, потому что у меня большое количество разных сортов. Мы любим и маленькие корнишончики. И длинненькие тоже я закатываю для салатов винегрет и оливье. Итак, чем же обрабатывать, чем подкармливать после пересадки, либо после всхода. Для того, чтобы активно все пошло в рост. Вот сейчас вы видите, это всходы и пересаженные огурчики этого года. Сегодня 18 мая 2024 года. Всходы хорошенькие. Те, кто были пересажены, у них уже есть именно маленькие огурчики, завязи есть. То есть, нужно сейчас ориентироваться на тот момент, что вы видите у ваших огурчиков. Если вы видите, например, что здесь уже большое количество пасынков, то обязательно их нужно убрать. Есть разные способы, как можно выращивать огурцы. Можно просто посеялись, сами они по себе растут. И на пасынках тоже все нарастет. Это так выращивали все наши бабушки, как есть, то есть. То есть, они не обрывали никакие пасынки, ни из пазухи первые огурчики тоже не обрывали. Но можно ввести огурчики по-разному в связи с сортом. Если, например, длинненькие, то лучше всего убирайте пасынки, потому что они мешают активному росту. И некоторые огурчики могут быть даже не той формы. И смотрите, из пазухи убираем первые огурчики. Первые 2-3 даже пазухи можно убрать эти огурчики. И вся сила у нас пойдет с вами вверх. Вот смотрите, вот еще один пасынок убираем. Пасынки можно убирать до самого верха, если вы ведете в один стебель огурчик. Если вы ведете в два, то под третью как раз завязью, под третьим огурчиком оставляем крепкий, хороший пасынок. Но этого можно тоже не делать, все на ваше усмотрение. Это я вам сейчас показываю на одном сорте. Другой сорт я специально оставлю со всеми пасынками. Мы все с вами посмотрим уже в летний период, как он будет расти. И будет ли вообще урожай. Потому что многие сорта сейчас дают пустоцветы, даже гибриды. Поэтому имейте это в виду. Если увидели большое количество пустоцветов, причем сразу, то лучше всего выдернуть этот огурец. Если на 30-40 см нет у вас первого огурца, то все, это будет пустоцвет. Но бывает такое, это все зависит именно от качества семян. Для того, чтобы нарастить хорошую мощную листовую массу после сходов, будем применять это проверенное средство годами. Дешевое, самое дешевое, которое есть на белом свете. Даже удобрения никакие не нужно. Я использую именно для наращивания листовой массы нашатырный спирт, обычный аптечный. Сейчас можно и в садовых магазинах купить нашатырный спирт. Там тот же самый процент, 10% нашатырного спирта. Но это самый настоящий азот, что как раз и нужно после укоренения огурчиков. Есть несколько нюансов, как применять правильно именно азот для огурцов. Во-первых, нужно смешивать с каким-либо комплексным удобрением. Смотрите, у меня есть комплексное удобрение. Здесь азота 15, фосфора 20 и калия 20. То есть берем такую хорошую формулу, но увеличиваем тем самым азот. Здесь нужно 2,5 грамма на 1 литр воды. Здесь у меня 2 литровая баночка. И сюда же добавляем 4 мл нашатырного спирта. Увеличиваем процент азота. Тогда и корневая система будет у нас хорошей, потому что там есть фосфор. И калий для здоровья наших огурчиков не будут желтеть, именно листочки по краям. И как раз именно азот будет нарастать, хорошая листовая масса. С азотными подкормками всегда поливаем по влажной земле. Ни в коем случае не лейте по сухой. Огурцы настолько нежные, что можно сжечь корневую систему именно с нашатырным спиртом. И лучше всего поливать вечером в теплую погоду, безветренную, если вдруг вы выращиваете в открытом груди. Я выращиваю в теплице. И кстати, у меня там уже на другой стороне есть некоторое количество огурчиков. То есть скоро будем кушать свои огурцы. И для здоровья наших огурцов от болезней я применяю обычный фуруцелин. На основе как раз всех свойств, которые там содержатся, многие болезни отодвигаются. Ну конечно 100% болезни у всех растений не убрать, даже с любыми профессиональными средствами. Но можно использовать вот такие вот обычные аптечные. Это фуруцелин. Это у меня коробочка с прошлого года. Все пакетики по 20 мг. Ну что можно, если не вдаваться в подробности в химию, то спокойно применяйте малую дозировку. Вот я сейчас открываю пакетик. 20 мг на 2 литра воды. Малую дозировку я применяю для молодых растений. Например, к середине лета можно увеличить дозировку до 50 мг на 1 даже литр воды. Но сейчас я применяю 10 мг на 1 литр воды. Поэтому, если, например, у вас еще маленькие растения, то можно применять именно так. Но сюда нужно добавить еще прилипатель. У меня есть протуший кефир. Берем буквально 1 столовую ложку. Этого будет достаточно. Можно как прилипатель использовать молоко, сыворотку. Будет просто прекрасно. Можно кефир, либо даже ряженку. Во-первых, будет создаваться маленькая пленочка, которая защитит растения от различных вредителей. Допустим, даже паутиного клеща. И плюс форицелин от болезней. Но помните, профилактики нужно проводить постоянно. Можно также применять и обычный фитоспорин, чтобы именно предотвратить множество болезней. Ну, а для стимуляции роста можно использовать еще глицин. Берем одну таблетку глицина. Добавляем в любое удобрение. Это аминокислота. И оно усиливает его. Аминокислоты огурчики любят. Это уже проверено. Добавляю глицин. Одну таблеточку на литр воды. Либо 10 таблеток на 10 литров воды. И плюс обычный стандартный биогумус. Получается просто шикарное удобрение для именно огурчиков. Но такое же можно применять и для других культур. Например, для кабачков. Ну и вот они маленькие первые огурчики. Здесь уже я веду в один стебель. Усики тоже убираю. Смотрите, цветет хорошо. Огурчики маленькие, прекрасненькие. Скоро будем кушать. Ну а на сегодня это все. Всем спасибо.